Здравствуйте, друзья! Давайте начнем. Давно мы в этом формате не разговаривали. Давайте я вам расскажу немного про сегодняшний гость. Это Михаил Майксов. Он когда-то очень давно вместе с еще несколькими друзьями создал в Перми совершенно уникальный, очень хороший книжный магазин, который назывался «Пеатровский». Он так назывался, потому что «Пеатровский» – это ссыльный поляр, если я не ошибаюсь, который когда-то давно в 19 веке вообще первый книжний магазин в Перми открыл. Это было примерно во времена так называемой памятной, может быть, вам, Пермской культурной революции. Да, я не куплю? Все так было. Но потом там с революцией случились некоторые проблемы, зато в Екатеринбурге чуть раньше появился Ельцин-центр. Ельцин-центр, вопреки тому, что вам рассказывают в программе над бесовым Никитой Михалков, это не гигантский музей Ленина. Ельцин – это на самом деле очень мощное культурное место, в котором чего только нет, включая, впрочем, и музей современной истории России, рассказывающий нам о том, как велик и прекрасен Харис Николаевич Ельцин. Независимый книжный магазин в России из тех, что я видел, а лучше, поверьте мне, я повидал. Вот. И, ну, просто, поминался, очень интересный человек, и сейчас он в Москве, у него здесь дела, мы как-нибудь плавно выйдем на разговор о том, какие у него здесь дела, и точно ли в Москве не хватает книжных магазинов, и нужен еще один. Ну, пока мы просто поговорим, а потом, если у вас тут появятся вопросы, то нужно будет задать вопросы. Спасибо, Иван, большое, спасибо за добрые слова, и спасибо вам, что пришли сегодня послушать, если вы пришли действительно послушать. Я точно знаю, что человек пятки, что послушать тебя, не только наши друзья, которых мы специально позвали. Это не важно, мы все запишем, но уже на сайте будет красиво. Хотя, решающим, прикоряющим нашим РТС, очень спасибо, слушай. Мы когда-то придумали среди разных прочих форматов, которые здесь практикуем, вот этот формат моей первой книжки. Ты молодой, ты, может быть, не помнишь, но, на другой стороне, как не торговаться, ты, может быть, не помнишь. Была такая в Советском Союзе детская серия. Идея в чем? Ну, вот мы все, как иначе, книжные люди, и все это нас формировало детство. Вот вспомнили детство, поболтать о книгах, которые они читали, из которых мы в разных смыслах выросли, и было смыслом этой затеи. Вот. Ну, там, с нашим общим другом Борисом Петрияновым, с Юрием, сотрудниками этого предоставления. И сегодня заголовок такой же, но вот я бы хотел не с этого начать. Ты в некотором смысле объект моей зависти и человек, реализовавший мою мечту, потому что, конечно, я бы тоже хотел торговать книжками, но человек так, в общем, и черности, и приспособленности к полезным делам, так и не решился. Вот расскажи, как вообще, из чего, что толкает человека на этот скользкий путь? Как вы решили открыть книжный магазин в фильме? Ну, в общем-то, сама эта идея, она как-то пришла в голову, на самом деле, давно-давно, потому что я и заканчивая школу, и поступая в университет, я по специальности по образованию в школе учитель, учитель английского языка, даже один год проработал в школе в Сельсии. Ну, тогда можно было таким образом откосить от армии, у меня как-то это, в общем, можно было несколько месяцев поработать, меня увлекло, я решил поработать целый год, вот, но потом с этим завязал. В общем, то, что называется, болтался, и, если я не ошибаюсь, до лапого было про такое рассуждение про то, что если человек не знает, чем заниматься в жизни, он поступает на философский факультет, а я, да, а, кстати, да, Иван, закончил философский факультет, вот, на философский факультет как-то, у меня тоже была такая идея, когда я учился в университете перевестись, но меня не хватило даже на это, вот, и при этом как-то сама собой в голове всегда крутилась идея, что, ну, если что, я, если повезет, я открою книжный магазин, и как-то так вот повезло. Ясно, спасибо. Слушай, давно это все было, это, потому лету не соврать, 12, да, как это? до 22 января 2010 года, вот, ну, даже чуть раньше, на самом деле, где-то уже в ноябре 2009 года мы стояли с небольшим развалом на гельминском поэтическом фестивале Силу Волну, вот, то есть, неофициально это конец 2009 года, официально начало 2010 года. В перми не было ничего такого похожего, да? В перми на самом деле всегда что-то было, вот, ну, такого вот форума, когда называли этот магазин Фоланстровской ракетик, вот, когда мы открывались, а в свою очередь, Фоланстров был, ну, единственным независимым книжным магазином, пережившим 90-е и начало нулевых, вот, и поэтому, вот, то есть, это был момент тогда, когда книжные магазины в 90-х практически все позакрывались, оставался один Фоланстр, и примерно в это время, когда открылись мы, начался, как бы, новый виток, значит, открытия книжных магазинов, и поэтому все сравнивали, как бы, любой открывающийся книжный магазин с Фоланстром, вот, именно таких магазинов в перми не было, и вообще, вот, я в Перми высадился в 98-м году, вот, я вообще из Крыма, из Украины, вот, и тогда все книжки покупали, то есть, единственный такой мощный был источник интеллектуальной литературы, он был на центральном рынке, вот, такой был павильон мясо, и перед павильоном мясо был шикарный книжный развал, там, значит, продавали книжки, которые вот энтузиасты привозили из Москвы, только-только, вот, самое, самое время. я тебе скажу, вы должны понимать, что Перми миллионник, но почти миллионник, это вот всегда на грани, и это не то, что это город, где есть университет, где иду, культурная революция, и у вас настоящая, интересная культура для жизни, наверное, да, можно сказать. Да, это крутое, УЗИ, с так называемыми первенскими багажниками, то есть, первенскими деревянными скульптурами, это вообще самое, самое дорогое, самое упорочительное, что у вас там есть, но, тем не менее, я хочу сказать, что ВЗИАТО пришли не в пустыню, и могли рассчитывать на спрос, не то, чтобы они не были. Да, нет, на самом деле, Пермах, это город, переживший очень мощный, мощный культурный рассвет в 60-е годы, то есть, там очень мощная, именно шестидесятническая культура, а шестидесятническая культура, она вся вращалась вокруг книг всегда, вот, то есть, физики-лирики, так называемые, мой дед был художником в Пермске, у нас был свой довольно мощный, как бы, двух художников сурового стиля, вот, и поэтому огромное количество семей с богатыми книжными, семейными библиотеками, хамингуэй, шестидесятники, потом все это как-то плавно перешло к Довлатову, и Венечке, и Рафееву, и так далее, и так далее, то есть, все всегда было, не было просто магазина, вот, и вот этот вот развал, я туда ходил постоянно на рынок, и там все время подвозили что-то эдакое из Москвы, я помню, как с Сорогиным, где там приезжали, там был, там был кинготорговец, и вот к чему рассказывать, там был чудесный кинготорговец Миша, мой, мой теста, который впоследствии повесился, вот, примерно в то же время, когда он повесился, я так, смешно, конечно, ну, смешно. Такая вот история, да, я помню, как он приходил, и он мне, что-нибудь, эту, какую-то, я помню, белоснежную книжку, «Голубое сало» Сорокина, он со словами, что это пей, только намного круче, вот, меня продал, я потом через пермский ноябрь, совершенно, как бы, через всю эту грязь, как бы, святость, шел с этой книжкой, белоснежной, как Фродо, как бы, с звездой Голдрией, через Родова, Шелок, вот, это были очень мощные, такие впечатления, и, в общем, мне все это очень сильно оградилось, я постоянно покупал книжки, а проезжая, как бы, через Москву, из Перми, в Керчь, в свою родную, или наоборот, я все время, конечно, ходил в магазины, от Маргина, в Елея, потом в Волансков, вот, забирал книжки, мне, тогда еще можно было не платить за постельное булье в поезде, и, как правило, я их, упущу постельного булья, в тысячи церкви, с фалансом. Понятно, спасибо, слушай, это, товарищ учитель, если не просит, поговорили про Елтин-центр, и вообще, что-то такое, потому что, вот, которые его не видели, очень часто думают, что, это, реально, какое-то место, где, хранят память Ельцин, и, в общем, больше ничего не делают. Я помню, когда я приехал в Екатеринбург, когда наш канал, с тобой вообще друг Денис Борнеевский, позвал меня в первый раз, вообще не помню, через чего в Ельцин-центре выступать, мне, еще в Европавку, в Екатеринбурге, какие-то местные армиюсты, стоящие в пикете, когда еще были разрешены пикеты, дали листовку, там была фотография Ельцин-центра, и написано, в дворе Судоедов за 9-8 миллиардов рублей. И я ее принесу Денису Карлигерскому, он работал программным директором, в одном, в том, в момент, в институте Дениса, когда я вышла, когда мы вместе с вами в магазин, вместе с вами перебрались, и я ему говорю, вы неправильно реклама делаете, как у него, я пишу, где я, где-то 10-20, вот смотрите, если к туристам раздавать, смотрите, на дворе Судоедов за 9 миллиардов рублей, и пойдут вообще все. Но на самом деле, я хочу сказать, что это очень лихо сделано, очень важное для города место, где, ну, сосредоторит, Екатеринбург, совсем Екатеринбург, вообще, это один из важнейших таких российских городов, культуральный юридор на пути, мощнейший культурный плац, совершенно особая жизнь, оттуда выходят очень разные, очень интересные, особенные люди, писатель Иванов, например, в этот аккаунт, в основном. Иванов Пермский. А, Иванов Пермский, он потом перекрасил Экатеринбург, да, это, очень сильно. Да, вот, ну, хорошо, ну, подпустим, Евгений Розен, впоследствии, включенные за крупной стройки отдельные соревнования на агентов, ну, там, отдельная история с Екатеринбургским рок-клубом и со всем, что, что, в общем, это очень интересное место, и вот, не знаю, как сейчас, надеюсь, что так же, но по последнее время Ельцин-центр был как-нибудь важнейшим культурным узлом. Как вас туда зависло? Ну, расскажи, поподробнее. Скажи, добрые или не добрые слова про Ельцин-центр. Ну, кстати, вот, если говорить про писателей и про городовые оперы, Екатеринбург, это такие, на Урале у нас вечная конкуренция, вот, то перим как раз литературное, столица Урала, потому что это Иванов Финзифович сейчас справился в Ухов, а Екатеринбург это был всегда рок-клуб, как бы, рок, там, Алиса, Чайк и так далее. Вот. Как нас зависло? Занесло очень просто, потому что разговоры об открытии Ельцин-центр, я так понимаю, что эта идея возникла где-то примерно в том же, там, в 2010-м году, и на тот момент единственным заметным книжным магазином на Урале были мы, вот, по причине просто отсутствия других магазинов. И... Екатеринбург я просто не понял, вообще 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 ничего похожа. На тот момент ничего не было. Вот. И поэтому руководство фонда Дальцин-Николаевича Екатерина, видимо, подбирает книжный магазин для Ельцин-центра, а идея, что там должен быть книжный магазин не возникла сразу, как-то вышла на нас и, собственно, начались наши торопаты разговоры. То есть, как мы говорим и как есть на самом деле, нас туда пригласили, пригласила руководство, что мы делаем такое вот место, Ельцин-центр, все объяснили про федеральный закон, про то, что сейчас такие президентские центры будут каждый раз строиться после смерти, на малой родине после смерти российского президента. Но, то есть, надо ждать Медведевский, потому что больше смертных президентов в России не будет. Да, причем, мне кажется, вот, да, я представляю просто, как вся демократическая интеллигенция в России будет точно так же говорить про то, как необходимо закрыть это паучье логово, значит, гнездо пропадента и так далее. И, ну, собственно, как бы, вот так мы оказались. Мы там оказались по приглашению. Вот. Никаких внутренних противоречий, как бы у нас, внутренней, внутренней борьбы не было, потому что, с одной стороны, моя биография довольно сложная, как бы, постсоветская. Я жил все 90-е годы в Краму, в Керочи. Та часть моей семьи, которая оставалась в России, всегда голосовала за Ельцина. Вот. ну, и вообще, я был маленький, правого голоса у меня не было в 90-х, тем более, что я был в Украине. То есть, у меня внутренних никаких, как бы, противоречий или чего-то такого не было, поэтому я совершенно спокойно отношусь, в принципе, к этому моменту. Вот. что касается музея, музей он очень хороший, его концепция спорная, потому что эта концепция выстроена вокруг идеи российской истории, как такого долгого пути демократии, свободы и так далее. С этим можно, конечно, бесконечно спорить, вот, но, тем не менее, если мы внимательно присмотримся к любому музею, даже музею искусств, мы увидим там ту же самую идею. Да, если мы, в Кушкинский музей, мы тоже увидим картину, как бы, постепенного движения к свободе. В данном случае, там, к свободе художника, свобода фигурателизма, там, сюжета и так далее. Вот. Поэтому, да, все там вращается вокруг этой идеи технологической, он сделан очень здорово, потому что это делала американское агентство Варайфа Эпельбаум, которое делало несколько президентов. Словно, мы могли сравнить те же самые люди, но попроще, я потом расскажу отдельно про музей, если позволишь, потому что это очень действительно будет прислаблено. Те же самые люди, но всегда попроще сделали музейное участие в Вейского Центре и музей Толерантности Глазкета. Я вас уверяю, с точки зрения задумки, музей, он называется современной историей России в Вейсер-Центре, это на порядок лишь, но я расскажу. Они же делали музеи Кеннеди в Бостоне, по-моему, они делали музей The Doona в Китае, то есть это люди, в общем, профессионально занимающиеся музеями и на самом деле никакой там привнесенной западно-американской идеологии нет, что туда привнесено, так это технологии музейные, они действительно очень классно там работают. Я забыл, там уже привлекали делать второй траж, привлекали режиссёра, если не ошибаюсь, сколько выяснили. Волгинаде. Волгинаде, да-да-да-да. Но я расскажу, зачем. Ну так, там несколько мощных времён, кроме Ралифа и Перебалма там Лунгин, а на выходе из музея гигантская картина Эрика Булатова. Музей сделан очень здорово. Свобода, слово свобода, как выплывающее в Галины, как это у Эрика Булатова вообще принято в его картинках. Но, тем не менее, то есть, помимо этого музея, Ельцин-центр задумывался на какое-то очень большое культурное место, где музей это только ядро этого места, а всё остальное это разнообразные культурные институции. И, когда нас туда позвали, нам просто предложили за окно ещё как бы придумывать помимо книжного магазина, то есть, высказывать любые идеи. Мы сразу же как бы очень много всего на просрали, вообще вот вне музейная часть Ельцин-центра она в основном в какой-то момент состояла из людей, которые занимались книжным магазином Пеатровск. Из него вышли и там все шутили очень долго про кузницу, Кайру и так далее, но так получилось. Вот. И смысл, в общем, как бы Ельцин-центра в том, чтобы быть таким большим, просторным, отапливаемым, что очень важно для Урала, пространством, где есть книжные магазины, есть кафе, можно играть в пинг-понг, есть шикарный выставочный зал, где постоянно идет смена экспозиции, показывают очень хорошие выставки и русского авангарда, и местного искусства, и много еще чего. Чтобы вы понимали масштаб, может быть, вы видели в Москве в музее русского импрессиониста некорректную выставку авангардных летний 21 век. Вот ее сначала собрали для Ельцин-центра, сначала оставляли там, а потом только привезли в Москву. Поэтому мы на данный момент всего лишь просто книжный магазин внутри Ельцин-центра, но тем не менее через наш книжный магазин прошло еще много... Ты о ранних Лепорских картинках глазки пиццов прорисовал. Помните? Это вот эта история. Это как раз на самом деле. Вот. Поэтому на данный момент на самом деле любые наезды на Екатеринбургский Ельцин-центр, они, как правило, происходят из Москвы. А в самом Екатеринбурге все давным-давно улеглось, все давным-давно приняли его как большой дом культуры, в хорошем смысле этого слова. И, насколько мне известно, никаких движений за закрытие Ельцин-центра в самом Екатеринбурге уже нет. А вначале, да, было очень интересно. Я помню, когда мы только открылись, если вы помните группу Sex Pistols, у них была такая акция, когда они на день рождения королевы на пароходике ездили вдоль Букингенского дворца и пели как бы God's Evelyn Queen такое оскорбительное для королевы песня. У нас было то же самое. Ельцин-центр открылся, и ОНФ арендовали небольшой кораблик и, значит, какие-то... Стоит это Заводской пункт, да? Да, да, да. На берегу такого большого водоема, одного из центрального города Заводской пункт называется водоем, то есть там близко, где плавать на пароходике. Вот, и они вот туда-сюда пульсировали, значит, с какими-то оскорбительными плакатами адреса королевы. У ОНФ? У ОНФ, знаете, почему это потрясающе? ОНФ это Общероссийский Народный Фронт, Деда Шеволодина, которое когда-то было создано в рамках сложной подковерной борьбы около Путина в абсолютно прогласных структуре. Почему это меня удивило, я вам сейчас расскажу. Я как-то, будучи в Ельцин-центре, спросил у одной из тамошних важных начальниц, как они вообще относятся к постоянным атакам из Москвы и боятся ли они закрытия. Но мне сказала, знаете, почему не боимся, пойдемте. И она в Ельцин-центре, помимо прочего, строился на пожертвования разных добровольцев. И она меня поввела к стене, где выбиты фамилии наиболее знаменитых жертвователей. Ну и там какие-то фамилии фамилии банкира значит министра миллионера и поцелков чуть более крупным шрифтом отдельной строчкой для фамилии Медведев Гау он тогда был президентом кажется и Путин ВВВ он тогда премьера. Ну и я везде он справится. В общем, это, наверное, вписывается в общую систему матерерасийских парадоксов. Вот, на самом деле если присмотреться очень много, потому что я как кандидатарговец могу сказать, например, что пока Захар прилипет к будущим писателям, его как бы основной аудиторией составляли дамы, демократических взглядов. То есть на самом деле никакие не трехметровые голубоглажи сверх солдаты, а интеллигентные дамы. Вот, или наоборот как бы у писателя глуховства, который как бы запремен бесконечно значит как бы враг народа и демократ, основная фанатская база была это люди типа Мотороза, собственно, батальон Спарта был назван в честь персонажей книги на той 2013 Наша страна она из этого всего состоит. Вечно пытался в свое время за год до всех этих событий одну горячую поклонницу писательского таланта Захара Привитова убедить в том, что писатель он так сли. Я честно так думаю без аплазитных политики, но не смог убедить, а звание ее в фирме Марковна Альбаск, и она впоследствии была включена в фирме в фирме мы зафиксировали просто на практическом уровне потому что мы видели кто покупает книги прилепим книгу «Оскак» к нас не водилось никогда но это я собственно уже исследование пролел поэтому что я вам бы сказать что в общем как бы ничего на самом деле против то есть любые сейчас претензии Кейтсенса мне кажется они исходят из каких-то в общем как бы из уст каких-то людей которые используют в качестве риторики но не говорят по-настоящему серьезно при том что Никита Сергеевич пригласили в Девицинсан как он приезжал и его провели как бы через всю эту экспозицию вот я помню когда он только начал атаковать на Иосиф написал ему очень трогательное письмо с приложением кучи фотографий где Никита Сергеевич страшно выпезил перед Борисом Николаевичем в 90-е годы с того чем ожидаем она ему припоминала с его гостем первимство и то каким восторженным гостем и верным поклонником он был в свое время это было с именем мало семья такая знаете Никита Сергеевич называется «Уга всего господа» это очень точно определено я просто совершенно не смотрю не смотрю не смотрю за федеральными каналами поэтому честно говоря даже не знаю что тут нет Андрей Гурярный в новых программах тоже требует Доморец водоеда даже мне кажется коммунисты уже забыли они 50 лет все боятся что поделать ну давайте я вам в качестве интермедии расскажу про музей потому что это действительно очень интересное место и очень показательное потом мы вернемся к беседе и расскажем лишь о свинцовых ужасах русской региональной жизни и о том чего он вообще в Москву приехал это два этажа это музей современной истории России первый этаж просто очень хорошо сделан по всем современным параметрам там собегает разговаривает куча всяких панно табло и экранов которые светят в ряд которые можно листать которые рассказывают про историю России 20 века и в эту историю аппаратно встроена история семьи Бориса Николаевича Дельцова такой обыкновенный российской семьи там по-моему начали заставать что она прошла ну то есть все плохое что могло с русскими людьми случиться 20 миг с ними случилось а вот второй этаж он по-моему называется семь шагов к свободе его как раз сделали с помощью Логина это действительно шоу 7 дней не шагов 7 дней там библейская есть да да библейская салта извини за собой спасибо и вот вы последовательно попадаете в разную по-разному оформленную залу если я не ошибаюсь сначала как будто отказываетесь в зале заседания где идет как уныло партийное собрание и где ельцин начинает ссориться с Горбачевым но вы сидите в кресле среди картонных функционеров перед вами такой типичный президиум и вы погружаетесь в эту атмосферу дальше вы выходите в зал где ельцин начинает борьбу с привилегиями вы можете войти в троллейку в которой мы ездим как простой человек ну вот вы наверное помните как это было послушать записанные разговоры и так далее совершенно невероятный сал прокруч вы попадаете в обычную обставленную по тем временам такую первичную советскую квартиру ну то есть баланс на полу стенка телевизор в телевизоре значит вещей про КЧП и не показывают лебедяное озеро там еще не победа там передают обращение к ЧП и там звонит телефон такой дисковый стоит телефон тех времен вы можете снять трубку а трубки реально записанные бухой разговоры москвичей тех времен типа Наташа ты слышала там по городу идут танки там что же будет это ну и вот так 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 вы идете по этим залам в конце концов вы попадаете в зал где по телевизору показывают последнее обращение Бориса Николаевича 31 декабря 1909 года а сам этот зал это его кабинет еще камера стоит еще чашка с козой длинница на столе он только вышел на спинке кресла и все да и вы выходите в самый последний зал это громадный зал гигантские панорамные окна вы видите панораму Екатеринбурга вы выходите в свободу потому что мы идем к свободе по этому музею который нам Борис Николаевич даровал и там на медиапанелях всякие знаменитые люди а также и незнаменитые зачитывают соответствующие статьи из для инструкции посвященной правам свободных человек там есть специальная студия вы можете тоже зачитать и если вы это сделаете сносно то у вас есть шанс тоже попасть в ротацию в медиапанелах вы мог пройдя через тяжелую историю России 90-х проникать с благодарностью к тому как Борис Лепрощ Ексен показал неподаленную свободу и уже ну уже в десятых годах это выглядело мягко говоря спорно не знаю сейчас не знаю не поменяли там экспозицию там есть очень тонкие ходы там есть например зал посвященный чеченской войне он очень маленький это узкий коридор там несколько фотографий довольно нейтральные тексты какие-то дырочки и вы совершенно спокойно пройдете милинг я им прошел выглядел когда там был первый раз а когда вот второй меня по ошибке приняли за почетного гостя и они приставили ко мне персонального экскурсолога персональный экскурсолог объяснил что во-первых это дырки от пуль а во-вторых их можно заглядывать а если заберут там кровь мясо вся жесткая правда значит честно если не заберут и этого ничего вот если будете в Ветеринбурге обязательно сходите в принципе несмотря на понятную конвенциозность это реально самое наверное сильно сделано из музея истории современной которая была там был кстати вариант с оформлением чеченского жала американцы не пила один из вариантов расскажу просто американцы предлагали что люди заходили в комнату она наверное как-то была оформлена и резко выключался свет и человек просто оказывался бы неожиданно оказывался в полной темноте и осталось там минуту вот мне кажется даже было бы круче неожиданно вариант пули он тоже довольно сильное впечатление производит он сильное впечатление производит если вы на эти крохотные дырочки в стене в принципе обратите внимательно на что нас к этому не подталкивает но повторюсь официальную версию истории то что это не получается до конца то что с ней очень многие люди спорят много очень говорит о нашей ситуации в то же время логика которая внутри этого музея прослеживается она понятна и эта логика скорее как раз демократически настроена в России при этом мы понимаем что очень большая часть населения поддерживается совершенно других взглядов и по-другому на это смотрят мне кажется в этом смысле как раз я надеюсь что Путин центр не за горами и между ними будет какой-то обмен в общем-то медь кем-то взгляд не говори да завершаем часть разговора хочу сказать что помимо прочего это тем не менее удивительное впечатление потому что это как то статичный театр вот на втором этаже переходя из зала в зал плетит действительно испытывалось впечатление которое мог бы испытать в глядя хорошо поставленный спектакль это очень легко сделано и нельзя не первый раз повторяем сделано он вина там звали хорошо а теперь давай вернемся к тебе опять же мы если грец отжи отчего ты вдруг приехал в москве Мы вместе с ним делаем филиал книжного магазина, хотя я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем в Москве еще один книжный магазин, но если говорить о той парадигме книжных магазинов, которые, я надеюсь, я имею право себя причислять, то получается следующая картина, что магазин Фалансерный расположен на минус первом этаже, где книжный магазин Циолковский расположен на четвертом этаже, то есть кто-то должен быть на первом этаже, и этим кем-то буду я. Можно сказать, что еще будет кроме книжного магазина в московском филиале Ельцин-центра или это тайна страшная? Это страшная тайна, но здесь причина в том, что сама концепция до сих пор еще до конца не определена, то есть внутри коллектива ведется некая творческая дискуссия. Я думаю, что в итоге это будет очень хорошее и интересное для москвичей место, как минимум для локальной части, для тех людей, для тех москвичей, которые живут в этом родине, в прилегающих. То есть как минимум это малоинпийская дата, то есть это получается, что граница, патриарх, плодовки и так далее. Тут живут все, потому что все дороги туда, все равно, ну вот, ну и вот, вот и хорошо. Отдельно приятно подумать, как будут счастливы все эти сердечные полков, которые знают, что Ельцин-центр открывается в Москве, может быть, даже его забыли в Матярской области. Я думаю, как раз, что-то он уже выступал на эту тему, вот, но что интересно, интересно то, что это усадьба Поплинских, и она на данный момент уже полностью как бы реставрирована, именно реставрирована, то есть не ремонт, а это тщательная очень реконструкция изначальных интерьеров, а вообще-то это то место, где Александр Сергеевич Пушкин танцевал с Натальей Бончаровой после ленчания, то есть там был пал, то есть в этой церкви, я, честно, к сожалению, не помню, как она называется, церковь, через дороги, где прошло венчание Пушкина и Бончаровой, а в, собственно, в этой усадьбе, городская усадьба, там есть зал для баллов, и там проходил их пал, и, собственно, вот они там танцевали. Это все очень здорово реконструировано, во всех подробностях, там никакого нет, ничего, там все очень, очень, очень тщательно реконструировано, и я надеюсь, что, ну, в каком-то обозримом будущем Пушкинисты и все, в общем, увлекаются творчеством нашего всего, получится дать доступ. То есть уже, как минимум, этим интересно это место. Вот, я остальные какие-то вещи даже боюсь рассказать, потому что они до конца не определены, и вот, как бы, это уже, это то, что помимо книг, я, понятно, что отвечаю за свою такую текущую историю, вот, мы очень хотим, тоже, мы хотим анонсировать, то есть я могу анонсировать анонс, что будет на первом этаже книжный магазин, а на втором, возможно, через некоторое время, мы анонсируем открытие публичной библиотеки и читального залу, в котором мы потом собираем, ну, какую-то хорошую еще выборную территорию, туда можно будет прийти, просто в пару часов в крыше посидеть, почитать, с кофе внизу купить книжек, ну, это вот то, что я могу, как бы, более или менее, помещать. Ну, и давай теперь, чтобы все-таки заголовок будущей публикации пробрать, чуть-чуть поболтали про книжки, судя по тому, что ты успел про пермского дедушку-художника сказать, у тебя была читающая семья, и книжки-дома-деды, да? Да, и у меня как раз первое воспоминание, которое с дедом не связано, потому что он достаточно рано ушел из жизни, у меня не так много осталось воспоминаний ярких, с несвязанных, вот, и одно из этих воспоминаний, оно как раз как-то странно связано с книгами, с чтением, потому что, потому что дед мне очень любил перед сном читать «Робинзона кружок», и мы успели раза три раза, кажется, прочитать «Робинзона», то есть, вернее, он мне все прочистил, вот, и поэтому у меня вот одно из самых приятных детских впечатлений и воспоминаний – это дед, который мне вот читает эту книгу, причем я очень хорошо помню интонацию и его голос, иначе бы я его запомнил, скорее всего, а когда я начинаю тексты тут читать сам, или своим детям их читаю, это все как-то всплывает из самовоспоминания и воспоминания именно каких-то дедовских интонаций, и я понимаю, насколько сейчас это очень важно, но тут надо заметить, кстати, что когда я сам своим детям начал читать «Робинзона», я обнаружил, что дед мне читал не оригинальную версию, а читал «Пересказ» Корнеева Ивановича Чуковского, вот, ну, в данном случае книжки и наважно, вот, то есть это действительно другая совершенно книга, если мы сопоставим, вот, гораздо более прилизанная, вот, ну, и, соответственно, как бы, здесь есть и воспоминания о моем деде, как бы, в этой истории, и, собственно, сама книга, ее содержание, про которую я люблю очень разговаривать, не хочу вас начинать употреблять просто отнесла, я очень много их, на самом деле, прочитал в итоге и узнал про контекст, как бы, про автора и про книгу, и тот момент еще, что я сам очень люблю теперь читать своим детям, и просто с момента, когда они были еще совсем маленькие, вот, и у меня вообще нет проблем, на самом деле серьезной проблемой многих нынешних родителей, то, что дети не читают, потому что, в общем, все, что я считаю, что человек должен прочитать в своей жизни, я его уже сам прочел, и вот, поэтому они, в общем, могут оттыкаться в планшеты, ну, как, заниматься своей интернет-иландой, когда я могу быть спокойным, не в голове, есть Бонтико, есть Рейсон Круз, даже в Алтарте есть. Бензицы, а ты не привезу на Рейсон Крузовичка, с поездкой через вас, или у него? Это второе, по-моему, второе уже, это продолжение, второе или третье, честно, потом Дефо много написал продолжение, вот, я читал прилизанную версию, вот, как я понял, что, в моем деле, версия была другая, я, значит, читаю детям отрывок про то, как, значит, Робинзон в какой-то момент обнаруживает, что, ну, к нему на остров ездят, значит, такие дикарины, шашлыки там, как-то, постоянно, ну, как бы, ну, после того, как он обнаруживает, да, там, кости человеческие и так далее, и вот, начинает раздражать, то есть, он понимаешь, как бы, его, значит, безопасность под угрозой, вот, и он в какой-то момент решает просто убить всех, кто, когда приезжает на этот остров, они вместе с Пятницей вооружают, и дальше, как бы, Дефо, как настоящий магличанин, он просто так, ну, то есть, очень тщательно описывает момент, собственно, этой резни, которую выстраивает Робинзон, убивает там больше 25 человек, вот, причем сначала, как бы, он расстреливает вместе с Пятницей этих тузенцев из мушкетов, причем корабельных, то есть, морских мушкетов, а морской мушкет, я потом читал, он, как бы, пробивал на расстоянии нескольких десятков метров в стальную террасу, а, значит, они начинают стрелять по голым людям, и понятно, что происходит, то есть, там просто летят ошметки тел, вот, и потом, как настоящий ангучей, он погодит и тут, ну, то есть, он просто записывает, как бухгалтерские книги, кого он был из мушкета, кого он заработал саблей, там, и так далее, и так далее. И в этот момент, как бы, чтения, меня дети спрашивают, «Папаш, ты вообще нам читаешь?» Вот. И я понимаю, что, как бы, да, в детстве, и в детстве они припоминаются каких-то моментов, их вроде бы не было. И, собственно, как бы, я дальше, я пошел, там, википедию, интернет, и понял, что это версия Корнеева-Ночековского, конечно, в которой это стена после нацистства. Помнишь книжку, которую ты сам первый, впрочем? Да, «Человек-амфибия» Александра Беряева. Мы с мамой очень сильно отравились грибами, вот, и я попал сначала в реанимацию, а потом в какой-то долгий, в общем-то, стационар, или какой-то так называются. Вот. И у меня оказалась одна только книга, потому что вообще не было ничего, ни телевизора там, ни ничего, даже не было соседа по палате. Вот. И была только вот толстая книга «Беряева-Человек-амфибия», которую я с большим удовольствием прошел. Можешь когда-то спросить? Ну вот, смотри, если бы взбегали небольшую полку, ее надо было заполнить книжками, которые в детстве и в оброческе были для тебя очень-очень важны. Ты бы что-то опускал. Вообще большая на какой-то фонаре была? Ну, тут надо понимать, да, какую часть детства брать, потому что в разные его периоды были какие-то вот разные наборы. То есть один момент, я помню, что я дико увлекался научной фантастикой, ну, как и все молодые люди в мое время, потому что вот именно в этот момент произошел выход, это как бы снятие всех советских запретов на американскую фантастику, и появилось огромное количество переводов хайлайна, дайд-дайсона и так далее. Я это просто читал за плей. У меня помню просто одно прекрасное лето, когда я приехала к бабушке, а она весь год до этого выписывала для меня эту фантастику. Я приехал, там просто гора, значит, этой книг ночи фантастики. Я просто как бы все лето на чердаке нашей дачи провел, просто перечитывая подряд. Все это было замечающее удовольствие. А с другой стороны, я довольно рано начал читать, опять же, с подачи родителей, вернее, не с подачи родителей, а с разрешением, так скажем, с негласным разрешением родителей. Она начала читать то, что читали они. Поэтому где-то в 90-х годах у меня, любимые писатели, у меня ребенка, Буря Довлатов, Лимонов, а, собственно, как бы первое в своей жизни похмелье, я встретил с чтением «Москвы Петрушков» Венгикта и Рафизма. И в тот момент, конечно, вся эта линейка этих простых писателей алкоголиков, она для меня была важнее, чем Хайнлайн и Гарри Гаррисом, которые были очень важны, как бы, эти три года делали алкоголик. Поэтому это будут совершенно разные наборы, и никаких универсальных, мне кажется, что, ну, то есть, я понимаю, что там существует идея западного эконома, вот, я понимаю, как бы, ее, как бы, объективность в том плане, что, да, существуют какие-то книги, как бы, обязательные и лучше, которых ничего, в общем, как бы, не написали люди, вот. Но при этом, как бы, я достаточно, ну, то есть, как бы, скажите, я понимаю, что есть там, да, есть какой-то серьезный разговор, про необитаемый остров, на который надо взять одну книгу, и, скорее всего, должна быть Библия, вот. Но в моей жизни это, скорее, как-то все было всегда привязано к этому-то контексту. Да, причем, был какой-то период, когда я, прямо, был очень сильно занят магазином, это было несколько лет, и, соответственно, как бы, жизнь состояла из работы в магазине, но не чтение, а чтение обложит. То есть, в этом смысле, как бы, книготорговец, это очень хитрый, ну, как бы, это человек с подвохом, в том смысле, что он всегда может поддерживать разговоры литературы, потому что он знает обложки, он читал названия, если кто-то говорит, там, произносит фамилию, книготорговец сразу же может произнести название книги, и уже создается впечатление, что у него и прочего. Вот, а так как еще читал аннотации, как-то по диагонали про листов, то вообще может сойти за человека очень начитанного, потому что, как бы, ну, понятно, что физически мы успеваем в нормальном режиме прочитать, там, 25-30 книг, иначе у нас высота, что в голове возникает. Вот, ну, в последнее время, когда и меньше снова присутствует в самомагонении, снова будешь читать, ну, я так скажу, что это вполне себе такое спокойное чтение, как бы, без каких-то сверхзадач. И последний вопрос от меня. У тебя нет ощущения, что само таковое в вашем клипе, при чем страна, конечно, зачем нужна, наше время затея? Ну, совершенно точно могу сказать, что это перестало быть чем-то обязательным для определенного статуса и достатка. Ну, то есть мы же понимаем, что мы, как бы, в какой-то момент в этой стране, в которой мы выросли, чтение было чем-то, как бы, измененным любому приличному человеку, это было очень сильно связано с образовательным, как бы, уровнем, с уровнем образования и, соответственно, социальным статусом, что для того, чтобы как-то более или менее прилично жить, нужно было иметь высшее образование, для того, чтобы иметь высшее образование, любой можно читать. Вот, сейчас, наверное, такой, как бы, уже обязательный как-то реаляция не существует, вот, поэтому мы можем говорить о чтении как о каком-то уже больше, ну, субкультурном, что ли, атрибуте, да, то есть есть какие-то небольшие группы людей, которые просто любят читать, как есть какие-то группы людей, которые любят заниматься йогой, или любят собак-корги, любят, там, слушать какую-то определенную музыку, вот, и... Ну, что приятно, что таких людей до сих пор очень достаточно, чтобы книжные магазины существовали, издательства существовали. Профессиональных писателей, правда, насколько я знаю, совсем мало наставят, то есть вот, чтобы покорить себя, тем более, семью писательским трудом, это прям надо быть каким-то одним из многих-многих номеров. Вот, ну, книжноторговцами еще можно быть не будучи, даже очень умным и суперным человеком. Спасибо тебе большое. Если есть вопросы у кого-то, к нашему госту, то их можно задать. Нет ли у вас вопросов? Знаете, я бы не так давно, ну, месяц назад, услышала понедельку у Люкции Чурненовичной, и вот она говорила как раз про настоящий интеллект, про искусственный интеллект. И она говорила о книге, о живых, о бумажном. И она говорила, что она предпочитает читать живые книги. А вот нынешнее поколение, ну, правда, у нас очень интересно, что он сегодня чем-то там помогает, а нынешнее поколение уходит туда. И вот она сказала, что надо все, кто остается живыми людьми. Вот я, может быть, не согласна. Я тоже могу держать в руках книги живые, читать в руках. А действительно, в магазинах книжных в Москве закрылась в больших кругах. Вот на Комсомольском проспекте, на Никитском бульваре, ну, на Сложнике, ну, в общем, много о чем позабивалось. А вы как считаете? Ну, честно говоря, я просто не совсем понимаю, что мне точно нужно ответить на ваш вопрос. В целом, я абсолютно спокойен в отношении того, что, во-первых, бумажная книга перестала быть единственным носителем текста. Во-вторых, то, что машины скоро будут писать тексты, они уже пишут, которые неотличимы от текста, произведенному обычным человеком. Даже недавно был эксперимент, кстати, в издательстве «Индивидуум» вышла книжка Павла Петерштейна, такого художника-концептуалиста, одни писателя-концептуалиста, и в соавторстве с искусственным интеллектом. И читателю предлагается, прочитав книгу, определить, какая часть текста написана настоящим человеком, какая часть написана машиной. Это сделать, честно сказать, невозможно. Ну, то есть, не зная никаких подставок, не имея никаких подставок, это сделать невозможно. То есть, ну, мы с этим делать уже ничего не можем. Честно говоря, я спокойный. Я не считаю, что, типа, быть хорошим человеком и быть умным человеком, обязательно, статус умного, хорошего человека, красивого человека, интересного человека, смешного человека, обязательно должен определяться как-то через книгу. То есть, чтение бумажных книг не является обязательным атрибутом всего вышеперечисленного. Это просто наши, как бы, привычки, поколенческие привычки, культурные привычки. Вот. И надо просто это про себя понимать. Я, моя линия, такое. И спокойно относиться к тому, что, возможно, это все исчезнет и будет через какой-то линии совсем по-другому. Если не вопросов, я скажу про следующий четверг. Может быть, некоторые из вас помнят, у нас какое-то время назад был тут показ фильма «Коми-Ник», который делали наши коллеги, про музыкантов «Коми-Ник», которые пытаются спасти его на своих языках. Вот. Значит, это вылилось чуть более обширный проект. Ребята поездили по разным регионам, снимали фильмы про музыкантов, которые поют, чтобы было делать музыку и поют на своих родных языках, и вообще было это с моим языком по проблеме. Кирилл Сафронов, который делал «Коми-Ник» уже был продюсером этого проекта, и еще придут другие люди, которые в них участвовали, и мы, наверное, покажем, что это язык материалов, и с того, что они обсняли, приходите, это может быть очень приятно. Сам еще не видел, поэтому не могу рассказать вам деталей, но по-другому я довольно плохо учусь. Спасибо большое. Спасибо большое.